Система климат-контроля, камеры видеонаблюдения и противоударные окна. В Красноярске появились 20 плацкартных вагонов нового поколения. Состав оборудован по последнему слову техники. Чем новшество порадует пассажиров и куда в таких вагонах можно будет отправиться, узнавал Максим Лебедев. У нас в вагоне имеется электронное табло, оно показывает температуру как внутри вагона, так и снаружи. Условия не хуже, чем в купе, но путешествовать на порядок дешевле. 20 новых плацкартных вагонов буквально напичканы электроникой. К примеру, здесь есть пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения. Чтобы пассажиры не почувствовали неудобства из-за резкой перемены погоды, в этих вагонах установили системы климат-контроля. Проектировщики учли, что поезда дальнего следования в России пересекают разные климатические зоны. Проводник Татьяна Максимова рассказывает, управлять электроникой помогает сенсорный дисплей. Работать стало куда удобнее. Мы можем регулировать температуру с помощью него, чтобы была комфортная для пассажиров температура, холодная, жаркая. И также у нас регулируется свет, основной вечерний. То есть также тоже для удобства пассажиров. Поначалу, конечно, было сложно, а сейчас разобрались. Ради безопасности пассажиров проектировщики установили антивандальные окна с ударопрочными стеклами. Улучшили герметичность дверей и окон, поэтому теперь в вагонах будет намного тише, чем раньше. Да и вибрация во время поездки стала не такой сильной. Этого добились за счет конструкции современных материалов. Позаботились и о любителях гаджетов. Новые вагоны создавали с учетом пожеланий самих пассажиров. Поэтому теперь путешествовать плацкартам будет намного удобнее. Розеток здесь много и зарядить телефон не проблема. Есть фиксаторы подстаканников, а спальные места стали намного мягче. И убрать их удобнее благодаря доводчикам автоматического подъема. Еще появились USB-порты. От них тоже можно заряжаться. В будущем с их помощью в поездах планируют раздавать интернет. В каждом вагоне по два биотуалета, так что очереди в санузел станут короче. Сейчас старые плацкарты заменяют новыми по всей России. На эти цели РЖД тратит немалые средства. Уже в этом году подвижной состав края пополнится еще 20 такими вагонами. Можно выбрать этот вагон непосредственно либо на сайте при подборе самому мест, либо билетный кассир в кассе при конкретном запросе даст билет именно в этот вагон, если пассажир започит максимально комфортный уровень. Вот только стоимость поездки будет чуть выше, в среднем на 500 рублей. Однако тарифы меняются довольно часто и назвать точную разницу в цене непросто. В свое первое путешествие новые плацкартные вагоны отправятся уже сегодня вечером в составе фирменного поезда «Инисей». Маршрут – Красноярск-Москва. В летний период плацкарты войдут в состав пассажирских поездов южного направления. На них красноярцы смогут отправиться в Сочи и Анапу. Максим Лебедев, Сергей Раков, 7 канал.